Итак, здорово, братва! Я думаю, никогда не догадаетесь, что за сабвуфер вот в данной коробке, вот сейчас, в данный момент данной коробки. Никто не догадается. Первый раз в жизни вижу такую коробку из-под сабвуфера. Ну, давайте немножко поближе. Так. Так, кто не знает данную модель, марку, точнее, это Magnum у нас. Одна из бюджетных ферм. На рынке сабвуферов. Недавно был тест. Ну, как недавно, наверное, месяц уже прошел. Loud Sound усилитель такой, Magnum против Aria. Magnum, типа, там победил. Но у меня были усилители Magnum. Один. Не, вру. Раз, два. Два усилителя Magnum у меня были. В принципе, работали. Но со своими минимальными недочетами. Это было пару лет назад, поэтому все могло измениться. Так. Здесь мы имеем 15-дюймовый сабвуфер MBV 1522DC. Ну, то есть, катушки 2 плюс 2. Сабвуфер серии BASIC у них. Чуть выше самой низшей линейки. То есть, это, ну, можно сказать, средняя линейка. Так, 15 дюймов, 3-дюймовая катушка, импеданс 2 плюс 2. Номинальная мощность у нас 1300 Вт, как на Sony Exploit. И максимальная у нас 2600 Вт. Чуйка 1 метр 1 Вт. Это у нас 88,2. Ну, давайте раскроем, посмотрим, что это за сабвуфер у нас, конечно, такой. Я уже, честно скажу, открыл один такой сабвуфер. У меня их 4. Стараюсь более, этот... Более конструктивно все рассказать. Так, 88,2 там, по-моему, у нас другое написано. Нет, такая же. Так, вот наши габариты. Что у нас тут? 180, высота, глубина, точнее, 183. Чуть, чуть меньше глубина, чем у мачете. У мачете, по-моему, 186. Так, ну и гарантийка. Больше, в принципе, ничего нету. Так, картон. Упаковка для такого бюджета, в принципе, потянет. Так, один такой сабвуфер стоит у нас 7200. На официальном сайте. Какие в магазине цены, я точно не могу сказать. Так, сабвуфер взял за счет того, что цена ниже, чем у мачете. То есть, в бюджет стены решил уменьшить немножко. И получилось так, что очень я расстроен данной покупкой. Пока расстроен, в принципе, если результат поднимется хотя бы на 0,5 дБ, я буду счастлив и более стабильный. Куда не девается 3-х дюймовая катушка, она и есть 3-х дюймовая. Так, ну давайте по первой внешке. Плюсы. Это небольшой подвес, он же минус. И плюс большая площадь диффузора намного больше, чем у мачете. У мачете прямо губа раздутая. Здесь губа намного меньше. В принципе, для такого хода, здесь высота намотки 40 мм. Но не более 2 см у него будет ход в одну сторону. Поэтому такого подвеса за глаза будет. За счет этого у нас диффузор больше. Возможно, рез будет за счет этого больше. Также диффузор у нас, как и на мачете, ну, чуть толще, чем на мачете. На мачете вот больно тонкий диффузор. Который, в принципе, если вольнуть туда, можно сломать очень легко. Здесь чуть-чуть он, чуть-чуть толще. Чуть-чуть вообще совсем. Далее, это у нас плюсы. Диффузор толще, площадь больше. К сожалению, подвес меньше. Но это не хайролл, но что-то наподобие хайролла китайского. Так, опа! Перейдем к мотору. Так, из плюсов у нас здесь идет литая корзина. То есть уже корзина намного жестче. Шайбы намного шире. Чем на мачете. То есть вывести на ход будет проще. Далее, из минусов сразу скажу, что подводящие в данной версии не вшиты. Хотя я зашел на сайт, на сайте перешел на журнал, по-моему, на автозвук или какой-то... Да, вроде автозвук журнал. Там сказали, типа, вот на данной версии теперь вшиты подводящие. Нихуя в этой версии не вшиты. Ну вот именно, в который мне прислали. За счет этого меня очень сильно бомбануло. Но потом я вроде постыл. Вспомнил, что у первых ганнибалов тоже были, в принципе, не вшиты подводящие. И здесь такого хода особого дикого нету. Извиняюсь, флажка закончилась. Так, ну что, на чем остановился? По-моему, на подводящих. Так, подводящие, конечно, не вшиты. Это боль. Жизнь-боль. Так, ну я думаю, если они все-таки когда-нибудь будут делать версию вторую, или уже сделали, все-таки они сделают вшитые. До этого эта версия была без литой корзины, насколько я знаю. Здесь был обычный штамп. В принципе, сабы играли достойно. У меня было уже пару сабов. Ну, линейкой выше сабы. Ну, за свои деньги они показали себя достойно. Так, понятно, что это Галима Китай. Так, по сабу, что еще скажу? Как сказал уже, трехдюймовая катушка. И магниты на один сантиметр больше, чем у мачете. То есть у мачете 170-е. Здесь магниты у нас. Ну, под резинкой я уже мерил. Не буду, в принципе, мерить. Так, здесь 180-е. Внешне сабвуфер, я сказал бы, практически один в один. Это Урал Победа. Очень похоже. Единственное, что здесь катушка больно китайская. Отдает очень сильно. Отдает китайщиной. 1300 ватт. Выдержит 1300 ватт. Но только чистого сигнала. Чуть-чуть будете грубить, по-любому будет вонять 100%. Обычная медь, видно, что не термостойкая. Короче, до 80 градусов. Пока катушка не нагреется, все будет отлично. Как только нагреется, сразу начнет вонять. Так. По охлаждению у нас имеется здоровое отверстие в керне. Вентиляционное. Очень здоровое. Без сетки, без всего. Обычно вентиляционное окно. И, как я уже сказал, корзина точно такая же, как у Победы. Не знаю, на Победе есть сетки, нету. Но здесь вот много вентиляционных окон. Между каждой спицей. И все защищены сеткой. Катушку еле видно, но видно, что светлая медь. Так, по шайбе уже сказал. Ну, тут примерно 8 дюймов шайба. В принципе, это на этих... На Ганнибалах, ой, на Ганнибалах, вору. На мачетах, по-моему, 7,5, а то и 7. Ну, короче, здесь больше шайба, больше диффузор. Больше катушка. Подводяшки были бы вшиты, и все, я все просил бы. Был бы положительный отзыв. В данный момент мне за счет подводящих очень сильно это не нравится. Так. Ну, я думаю, все, что хотел сказать по данному сабвуферу. Цена данного сабвуфера, как я уже сказал, 7200. На данный момент мачета стоит 8200. То есть, данный саб на 1000 дешевле. Имеет большую катушку. Имеет большую шайбу. Больший диффузор. Больше... Ну, ход не скажу, что больше. Магнитная система в мачетке такая же. Но там намотка 35 миллиметров. Мачеты выводил на полный ход. Сабвы не стучат. Не знаю, там, поди... Не заставить их стучать. Они просто не достанут. Здесь, я думаю, стучать будут, если грубить. Ну, терминалы. Четверка в легкую. 6 квадратов примерно терминалы. Плюс-минус. Так, прижимного кольца нету. Как на мачетах. На мачете идет прижимное кольцо. И плюс-мачеты проклеены так, что ей хрен их разберешь. Здесь нету проставочных колец. Ой, этих прижимных колец. Но здесь приклеено, видно, что добротно. Что вряд ли такой мотор оторвет данную шайбу. Очень вряд ли. Ну и, в принципе, все. Все плюсы. Ну, плюс еще корзина летая. Все плюсы-минусы, сказал. Дальше буду вкручивать свою стену. В предыдущем видео про стену я уже говорил, что стоят 4 мачеты. Максимальный результат 152,9. С двух киксов-тысячников. Я думаю, там... Блин, кила... Кила 3-4 где-то, не больше летит. Ну, 4 киловатта возьмем. Скорее всего, 4 киловатта где-то летит. Так, думаю, сюда волью, вкручу, посмотрю, что к чему. Ладно, всем спасибо. Кому был интересен обзор, ставьте лайк. Ладно, всем удачи. Подписываемся, ставим лайки. Пока.